Северный флот до недавнего времени считался в России самым молодым из всех. Дело в том, что ныне действующее подразделение официально основали только в первой половине 20 века. Однако история его формирования началась куда раньше. История образования Северного флота. Еще при императоре Петре I в 1693 году была построена яхта под названием Святой Петр, которую спустили на воду в Архангельске и отправили в первый поход. Вслед за этим в 1694 году из Двинской губы вышло еще два новых судна. Корабли отправили сопровождать английский купеческий караван, состоявших из восьми посудин. Историки пишут, что обозначенный период можно было бы считать датой, когда зародился Северный флот. Однако, по сути, это еще не являлось флотом. Хотя тогда же под Архангельском основали верфь. Она стала одной из первых на государственном уровне. Место выбрали остров Соломбала. Суда, которые здесь стали строить, шли вовсе не в Северное море, а на Балтику. Причем отправлялись туда по суше Волока, поскольку именно здесь в те времена они были нужнее. Тем временем военного флота в Архангельске еще не существовало, поскольку не было базы для него. Первые заметные подвижки произошли при Анне Иоанновне. В 1733 году императрица выпустила указ, согласно которому на Севере возникла первая военно-морская база, ставшая основой будущего флота. В качестве места выбрали порт Архангельска, который заложили по высочайшему распоряжению императрицы. Первым командиром царица выбрала Петра Бредоля. Этот контр-адмирал заслужил уважение в качестве отличного морехода еще при Петре Первом. Вслед за этим вышло следующее высочайшее повеление, по которому полагалось организовать и содержать при вновь возведенном Архангельском порту эскадру. И это событие уже можно по праву считать тем моментом, с которого начинается история Северного флота. Постепенно упомянутая эскадра превратилась в мощный отряд моряков, которому доверяли охранять российские интересы на многокилометровых пространствах в Северных морях. Эскадра отвечала за порядок в акватории Белого моря, на берегах Кольского полуострова. Кроме того, часть судов, пусть и не в большом количестве, принялись постоянно патрулировать просторы открытого моря. Эскадра в Архангельске действовала после этого 132 года. Здешний порт решили закрыть только в 1862-м. Официально было заявлено, мера вызвана тем, что Россия не испытывает ни малейших военных угроз в акватории Северных морей. Вдобавок возникла нужда сделать флоты на Черном и Балтийском морях сильнее, а также заняться развитием Дальневосточного военного флота. Из-за этого и решили сэкономить средства на Северной флотилии, направив ресурсы в указанные места. Такое положение продлилось до конца XIX-начала XX веков. Но пришла Первая мировая война, во время которой мореплавание в Черном и Балтийских морях ограничилось. Снова возникла необходимость заняться военным укреплением на северных территориях. Первая мировая гражданская война. К тому, чтобы воссоздать Северный флот в Царскую Россию, подтолкнула Первая мировая война. Сложилась международная ситуация, при которой как раз Северный путь оказался безопаснейшим для морского сообщения со странами-союзниками. В первую очередь с Британией. В 1916 году царь Николай II издал указ, по которому на Кольском полуострове создали оборонительный отряд. В состав новоорганизованного подразделения вошли тральщик, транспортное судно, крейсера, минный заградитель. Чуть позже начали формировать флотилию Северного Ледовитого океана, в скором времени набравший 89 судов, как боевых, так и вспомогательных. Базой выбрали только что созданный порт Романов на Мурмане. Теперь город Мурманск. Там и сегодня, кстати, действует военно-морской музей Северного флота. В этой флотилии числились, среди прочего, и легендарные корабли. Например, ледокол «Светогор», который после Октябрьской революции переименовали в «Красный». Тот самый гигант, что сегодня стоит на приколе в Петербурге. Вслед за Первой мировой страну потрясли интервенции и гражданская война. Досталось и Северу. В флотилии пришлось испытать сильнейший удар, из-за которого большинство кораблей и вспомогательных судов оказались навсегда утраченными. Зачастую потери случались по причине нехватки средств для содержания судов в надлежащем состоянии. В дальнейшем Советской России тех лет удалось изыскать средства для того, чтобы сформировать из оставшейся в Мурманск силы Северного моря. Но им удалось просуществовать недолго, с 1920 по 1922 год. После этого соединение расформировали, поскольку шло массовое сокращение вооруженных сил в стране. Севернов остался без какого-либо прикрытия. Так бы, вероятно, продолжалось еще долго. Но повлияла Япония. От страны восходящего солнца в 1930-х годах начала исходить вполне реальная угроза. Северный флот в годы Великой Отечественной войны. Возникла необходимость обезопасить дальневосточные моря. С СССР решили укреплять Тихоокеанский флот. Надо было пополнить здешнюю малочисленную флотилию новыми кораблями. Удобнее всего это было добиться путем переправки судов по Северному морскому пути. В Мурманске принялись возрождать военно-морскую базу. А поскольку так сложилась ситуация, Мурманск решили не просто использовать для поддержки Дальнего Востока, но и оставить в качестве самостоятельной постоянной базы. Главный штаб постановил, чтобы в городе возник отряд. Это произошло 1 июня 1933 года. Вошедшие сюда корабли явили собой первый состав Северной военной флотилии. Ее командующим стал Захар Закупнев, который раньше служил унтра-офицером. Через 5 лет флотилия преобразовалась в Северный флот. Соответствующий приказ выпустил Климент Ворошилов, тогдашний народный комиссар обороны. И уже через 2 года морякам-североморцам пришлось принимать боевое крещение. Началась война с Финляндией. Однако главные испытания были еще впереди. Великая Отечественная война стала истинной проверкой отваги и боеготовности североморцев. В этот период Северный путь оказался чуть ли не важнейшей артерией, по которой страна получала помощь от союзников по Ленд-Лизу. Караваны надо было охранять, что и явилось первоочередной задачей североморцев. Союзнические конвои получили охрану от надводных судов Северного флота. Тем временем подлодки боролись с кораблями и субмаринами врага, не допуская их караваном и запирая в портах. На сухопутном фронте тем временем обстановка была тяжелой. В итоге Северный флот начали пополнять частями морской пехоты. За 1941 год здесь создали отдельную бригаду, а также батальоны и полки общей численностью свыше 10 тысяч бойцов. Северный флот действовал активно. У него был выход к оперативному простору. Он стремительно наращивал силы. Стоит лишь сравнить численность боевых единиц. По состоянию на 1941 год их значилось 30, а к 1945 году насчитывалось уже 255. Это определенным образом помогло приблизить победу. Дальнейшее развитие в годы СССР. Когда настали годы Холодной войны, весь ВМФ и Северный флот в том числе оказался одним из наиболее действенных и универсальных инструментов военной стратегии и политики. После 1945 года Северный флот постепенно разросся и стал уже океанским, атомным и ракетоносным. 1955 год ознаменован для Северного флота тем, что в Белом море с подводной лодки впервые произвели старт баллистической ракеты. Тремя годами позже в состав флота вошла первая на тот момент атомная субмарина К-3 или Ленинский комсомол. Она в 1962 году совершила известный поход, прошла к Северному полюсу под ледяной толщей океана. В 1963 году в точке Северного полюса состоялся еще одно знаковое событие в истории Северного флота и всей страны Советов. Там совершил всплытие атомоход К-181. Северный флот Российской Федерации сегодня Краснознаменный Северный флот непрерывно развивается. Здесь происходили положительные изменения даже в период распада с СССР. Так, в 1991 году с борта Североморского авианесущего крейсера впервые взлетели самолеты палубной авиации. В дальнейшем этому крейсеру доводилось неоднократно действовать в акватории Средиземного моря и Атлантического океана. В 2010 году Северный флот РФ передали Западному военному округу, который как раз создали. Но уже через 4 года положение изменилось. Президент выпустил указ, по которому флот выходил из состава ведомства, расширяя границы своего влияния. Теперь его управление переформировали. Оно превратилось в объединенное стратегическое командование. Сегодняшние Североморти решают ряд поставленных перед ними задач, которые далеко не всегда касаются северных территорий. Моряки отправляются в военные походы в Тихий и Индийский океаны, а еще в Средиземное море, Атлантику, Оденский залив и прочее. Главная база расположена в Североморске. Здесь базируются главные ударные силы флота. Его флагман – крейсер Петр Великий. Вдобавок там стоят эсминцы, ракетные и атомные субмарины, противолодочные ракетные корабли, торпедные подлодки, силы противолодочной авиации, дивизии ПВО. В поселке Спутник Мурманской области базируется, подчиненная Северному флоту, отдельная бригада морской пехоты. С 2007 года на архипелаге земля Франца Иосифа строят еще одну военную базу – Арктический трелистник. Возводят на острове земля Александры. Это самое северное на планете капитальное сооружение. Сегодня за мужество во время выполнения служебного долга звания Героя Российской Федерации наградили до 30 военнослужащих Северного флота. С 2013 года Северный флот представляет собой межвидовое стратегическое объединение. В перечень его первоочередных задач входит освоение Арктического театра и изучение его суровых территорий. Это уже повседневная практика. Суда регулярно отправляются в походы к труднодоступным архипелагам Севера. При этом на островах идет постоянное совершенствование военной инфраструктуры, осваивается новая техника. На официальной эмблеме Северного флота красуется черный французский щит, по центру которого изображены части якоря, нижняя и верхняя. Их разделяет цепь, принимающая форму окружности. В ее центре видно восьмиконечную звезду, над которой размещена линия изогнутой формы с зубчатым краем поверху. У этих элементов золотой оттенок. Вокруг щита расположены изогнутые колосья пшеницы. Сверху их концы перекрыты серебристыми якорями, поверх которых, в свою очередь, лежит двуглавый орел с гербом. Все перечисленное часто изображают на фоне Андреевского флага. День Северного флота Ежегодно в России проходит День Северного флота. Праздничные мероприятия 1 июня состоялись по стране и в 2022 году. Этот праздник введен в 1996 году, согласно указу тогдашнего главнокомандующего ВМФ Феликса Громова. Поначалу решили отсчитывать от 1933 года даты, когда в Мурманске организовали Северную флотилию, впоследствии ставшую полноценным флотом. В 2014 году состоялась реформа. Перед торжеством Виктор Черков, главнокомандующий ВМФ, выпустил указ, по которому стали считать даты основания Северного флота 1733 года. Решили, что будет справедливо вести отчет от того момента, когда в Архангельске при Анне Иоанновне была образована первая эскадра. Но день не изменился, осталось 1 июня. С тех пор новшеств больше нет. День Северного флота проходит по России каждый год. Все его традиции носят преимущественно патриотический характер. Центральные события связаны с Североморском. Но это режимный город. Сюда попадают лишь местные, либо их гости по специальным пропускам. Те, кому везет попасть в Североморск, погружаются в атмосферу торжественной обстановки. По городу ведут построение, организуют на кораблях экскурсии. Впрочем, праздник отмечают не в одном только Североморске. Ведь те, кто служил в Северном флоте, рассеянны по всей Российской Федерации. И тоже вправе отметить его. Везде проводятся мероприятия для тех, кто причастен к Северному флоту. Непременно выносят боевое знамя и вместе с ним военно-морской флаг. Для отличившихся предусмотрены награды командования, премии, памятные подарки. Тех, у кого на оставшейся со времен службы без козырки по околышку золотыми буквами написано «Северный флот», чествуют друзья и родные. Традиции Северного флота призваны продемонстрировать мощь нынешних сил ВМФ, а также почтить память ушедших героев-моряков. В их честь к монументам возлагают цветы, устанавливают новые мемориальные доски. С 1940-го года у Северного флота существует собственный творческий коллектив, ансамбль песни и пляски. Разумеется, каждый год на праздник артисты выступают, радуя причастных и не только. Корабли, составляющие сегодня Северный флот, без преувеличения, известны во всем мире. Нет такого океана, где бы североморцам не приходилось выполнять те или иные задачи. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Подготовка и выпуск подобных видео отнимают много времени и сил. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Также ссылка в описании, можете подписаться на мой второй канал, который немного отличается по тематике. Он более музыкальный, но от этого не менее интересный. С вами не прощаюсь и до встречи.